Ну что же у нас тут многочисленное наиболее общество Так вот, пять человек, наверное, вполне можно проводить Значит, наша сегодняшняя тема посвящена тому, как мы можем уже в классической Нью-Торновской механике до теории относительности увидеть некоторые свойства, которые потом отчетливо проявляются уже в специальной теории относительности Как мы можем еще до теории относительности объединить энергию и импульс как разные компоненты одного большого объекта Ну и прежде чем переходить непосредственно к их объединению, я думаю, будет полезно с точки зрения энергии и импульса посмотреть на закон Нью-Торновский механик Видите, что у нас закон Нью-Торнов И попробуем их все сформулировать, апеллируя в первую очередь к импульсу и, может быть, отчасти к ним Первый закон Нью-Тона состоит в том, что у нас есть такие вот замечательные инерциальные системы отчета в которых свободное тело движется равномерным объединением Ну, с точки зрения импульса, давайте сформулируем вот так Первый закон Нью-Тона В финансальной системе отчета импульс сохраняется Импульс свободной частицы сохраняется Второй закон Нью-Тона дает нам определение силы что сила это разводная от импульса по времени скорость, в которой импульс передается частиц Третий закон Нью-Тона оказывается уже интриален потому что, на самом деле, с этой точки зрения получается, что здесь не один закон, а несколько первая первая F1,2 равна минус F2,1 силы с которой одна частица действует на другую равна силе, с которой вторая действует на первую со знаком Ньюс это что означает если вспомнить второй закон Нью-Тона то получается Dp1 FdT равна минус Dp2 FdT то есть сколько импульсов утекло от одной частицы столько его притекло в другой то есть вот это это закон сохранения импульса при парном взаимодействии с частицами Далее Далее Третий закон Нью-Тона еще оговаривает, что эти силы должны действовать вдоль одной прямой что это означает? я бы вообще-то сказал, что это еще, кроме всего прочего, и способ отличить реальную силу от фитеринов потому что, если сила обусловлена взаимодействием, то это несправно а если какая-нибудь сила эмерция, то она не будет мы сейчас сидим в анациальных системах расчетов значит, то что обе сила действуют вдоль одной прямой если мы вспомним что у нас есть такое понятие, как момент импульса который получается R векторное произведение R на B и и соответственно N с точкой дает ВТ по моменту силы то получается что то, что эта пара сил действует вдоль одной прямой автоматически означает, что моменты этих двух сил равны и противоположны по знаку то есть условие того, что силы действуют вдоль одной прямой это еще один закон сохранения это закон сохранения момента импульса так впринт то есть получается А сохранение импульса В сохранение момента импульса ну и можно еще добавить пункт В если мы скажем, что у нас все силы близкодействующие что взаимодействие возможно только локально при контакте тел то тогда оказывается, что мы тут же получаем еще и закон сохранения энергии что если вот эти силы действуют в одной и той же точке то тогда эта точка если движется, то работа одной силы и работа другой силы одинаково и отличается знак то есть близкодействие сохранение энергии если у нас есть длинное действие то есть то его можно всегда описать как действие через поле и тогда мы все равно можем получить сохранение энергии только в этом случае надо будет сказать, что если, скажем, два зарядика притягиваются или отталкиваются то они взаимодействуют не друг с другом напрямую а каждый из них взаимодействует с полем и при взаимодействии зарядиков между собой импульс от одного зарядика передается полю а поле отдает его другому зарядику и с этой точки зрения мы можем порисовать несколько картинок на тему на тему электромагнитного поля что так что такое сила я уже сказал а есть кроме силы импульс переданы в единицу времени а если мы ещё иис//ю импульс – переданы в единицу в единицу площадь то это будет давление если импульс передается поперек площадки или касательное напряжение если импульс передается вдоль площадки это wordt и если говорить про ту же электродинамику, то есть у нас два разноименных зарядника я пытаюсь нарисовать силовые линии и мы можем вполне строго в соответствии с интуицией завещанной нам еще Фарадея сказать, что вдоль линии поля у нас есть натяжение, поперек линии поля есть давление значит, это, поводите, поперек давление, вдоль натяжения, то есть давление с отрицательным зарядом и они еще совпадают с скоростью энергии, ну вот, Е в квадрате на 8 и если мы глядим на эту картинку, то становится эта механическая аналогия очень уместной потому что эти линии вдоль их натяжения стремятся сократиться, поперек давления они от друга отталкиваются если бы давления поперек не было, они бы все в одну струну вытянулись между двумя зарядиками а вот поперечное давление их расталкивает, в итоге они заполняют все пространство и там деление гуще, там давление и соответственно натяжение больше ну, если, скажем, мы поделим наше пространство на два полупространства то окажется, что эти два полупространства друг к другу притягиваются если это электростатика, то силовые линии от времени не зависят так что тот импульс они передают, но они должны кому-то его отдать и они отдают этот импульс нашим зарядикам ну, импульс, который пересекает от зарядика к зарядику через поле в единицу времени, это и есть кулоновская сила мы на этой картинке видим, что вот да, эти линии их притягивают это видно в картинке, если представить себе, что это вот такие резинки резинка, она тоже хочется стать покороче и потолще, если мы ее растянули если взять одноименную зарядику, то там будет какая-то вот такая картинка ну, и видно, что эти области, где сидит один зарядик, от области, где сидит другой зарядик отталкиваются вот тем самым давлением, которое поперек линии поля можно, скажем, взять соленоид, или нужно нарисовать линии поля и увидеть, что эти линии поля, они же стремятся сжаться и они, соответственно, притягивают друг к другу соседние витки потому что линии несколько витков охватывают а может линия, так как ты снаружи с удовольствием она заходит, смотри а кроме того, они еще, каждая линия поля стремятся, поскольку поперек давления каждый виток стремится разорвать, расширить то есть можем взять провод по поверхности которого течет ток тогда снаружи есть вихревое магнитное поле внутри магнитного поля нет это магнитное поле, как обручание этот провод сжимает и на этом основан один из методов получения термоядерной реакции так называемый Z-пинч Z в честь оси Z, вдоль которой направляет провод только, разумеется, надо взять ток побольше внутрь этой проволочки запихнуть там какой-нибудь D3-3 или что-нибудь еще что можно поджечь термоядерным образом и тогда проволочка при этом, конечно, мгновенно испаряется но вот магнитное поле при этом ее обжимает система при этом неустойчива потому что чем меньше радиус проволочки тем больше силы поэтому там получается что-то типа связки сосисок в тех местах, где перетяжки где сильнее всего сжалось то, что раньше было проволочкой там поджигается термоядерная реакция ну, понятно мы можем точно так же нарисовать конденсатор и тоже сказать, что вот почему пластина притягивается потому что потому что снаружи поле большое, внутри маленькое а у поля есть натяжение и вот перепад натяжения поля на пластинке и создает силу наоборот наоборот внутри большое натяжение снаружи маленькое натяжение это отрицательное давление вот за счет этого пластина притягивается а почему поле выпирает с краев это из конденсатора потому что поперек поля давление и вот эта силовая линия чтобы противостоять давлению которое изнутри на нее действует главное загнуться ну, аналогично мы можем, скажем, рассматривать заряженную по поверхности сферу там тоже перепад натяжения внутри поля есть, снаружи нет наоборот снаружи поля есть, внутри нет и перепад этого натяжения создает силу, действующую на поверхность на поверхностный заряд кстати, тут есть еще так, неправильно есть такой нюанс, что если у нас есть поверхностное распределение заряда или тока то, когда мы если мы захотим найти силу, действующую на такой поверхностный заряд или ток то нам придется умножать ступеньку на дельта-функции что такое дельта-функции? все знают? такой бесконечно узкий бесконечно высокий пик с единичным интегромом если мы будем брать плотные заряды то на откладке конденсатора или вот на поверхности сферы как раз у нас будет особенность в виде дельта-функции а ступенька как раз там же как раз там, где пик сидит ступенька терпит разрыв и с кафедры кафедры высшей математики если не говорила то еще скажет что умножать обобщенные функции нельзя в частности, нельзя умножать дельта-функции на ступеньку которая как раз там, где дельта-функция и сидит где у нее носитель терпит разрыв потому что мы можем по-разному приближать нашу дельта-функцию и в итоге получать совсем разные ответы для той силы, которая туда действует но вообще есть строгое определение дельта-функции? есть ну я не хочу сейчас не об этом речь и строгое определение все равно не поможет при строгом определении все равно произведение дельта-функции на ступеньку не определено потому что ступенька не определено да и не ясно на что умножить на максимум, на минимум или на что цель но в данном случае мы можем либо размазать толщину нашего зарядника и тогда сгладится одновременно дельта-функция стоит пиком конечной ширины или ступенька стоит ступенька с линейным ростом а не с бесконечно быстрым и тогда мы увидим что надо множить на среднее арифметическое поле на двух берегах разрыва но то же самое нам говорит и закон сохранения импульса или в данном случае перепад давления, натяжения то же самое нам даст силу соответствующую как раз среднее арифметическое поле если с одной и с другой стороны разрыв если мы будем сглаживать распределение заряда то теорема Гаусса даст нам сглаживание поля соответственно ступеньку превратит в пологу значит почему я говорю что когда что действие давления на пластину это проявление закона сохранения импульса ну в общем то потому что третий закон не только проявление сохранения импульса можно сказать так можно сказать так можно сказать так что если у нас есть какая-то среда например поле и в этой среде энергии размазан то тогда мы можем ввести плотность энергии мы можем ввести плотность потока энергии это будет некий вектор можем ввести плотность импульса импульс на единицу объема и можем ввести еще плотность потока импульса это будет матрица потому что у импульса обычного пространственного три компонента для каждого компонента вводим плотность потока импульса то есть получается на каждую компоненту импульса по такому вектору плотности потока импульса и эти вот три вектора вместе образуют матрицу вот сигма альфа бета и ее компоненты эту матрицу называют тензором напряжений а вот этот вектор называют вектором умного поинтинга а как этот вектор называют я не помню потому что он вообще с этим вектором совпадает совпадает с точностью множителя а этот множитель это скорость света в квадрате и все вместе я написал как будто это компонент одной большой матрицы я транспонент напишу если вектор это столбец потому что все вместе это тензор энергии импульса и вот для каждого столбика этого тензора энергии импульса мы можем написать закон сохранения значит на всякий случай напомню что такое дивергенция дивергенция какого-то вектора S это что такое это значит dsx под x плюс dsy под y плюс dsz под z а геометрический смысл таков что вот мы берем поверхность смотрим поток вектора S который из этой поверхности вытекает ds маленькая это элемент кущей зад и зернишней нормальной и делим это на объем и когда мы объем стремим к нулю то получается как раз дивергенция это можно достаточно легко увидеть если мы возьмем наш объемчик в виде кубика и тогда через который ориентирован по осям x, y, z и тогда то что вытекает через те грани которые стоят поперек икса то вклад вот тех грани которые поперек икса которые при интегрировании по y и по z то вклад там даст изменения S икс 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 умножить на dm3x это насколько изменилась иксовая компонента поля когда мы прошли от одной грани кубика до противоположной а если умножить на y и на dz то это будет как раз поток вытекающий через две противоположные граники ну аналогично аналогичный вклад получается для граней которые стоят поперек y и поперек z ну мы видим что как раз получается что этот поток дивергенция умноженный на такое на dx, dy, dz то есть на объем нашего кубика так что для малого элемента объема то есть уравнение закон сохранения энергии в пересчете на единицу объема как записывается производная плотность энергии по времени плюс дивергенция S это первый член на сколько изменилась энергия на единицу объема а это сколько энергии из этой единицы объема в единицу времени вытекло ну а здесь стоит что сколько энергии поступило из каких-то внешних неучтенных источников например минус e на ρ если это у нас электромагнитное поле взаимодействие с зарядными минус e на g то что e на g скалярное произведение это будет работа на единицу объема которое совершило поле над зарядом но я здесь ставлю минус потому что нас интересует здесь энергия поля заряда над полем совершили противоположную работу ну и аналогично это вот называют уравнением непрерывности аналогичное уравнение непрерывности есть для каждой компоненты импульса и если у нас нет зависимости от времени то тогда у нас вот для каждого столбика вот этой матрицы будет равенство в рулю диверенции что будет означать что в элемент объема сколько импульса в единицу времени втекло столько и вытекло обратите внимание с этой точки зрения хотя вроде бы в статике у нас ничего не происходит но импульс все равно передается то есть импульс постоянно течет от одного заряда к другому и этот переток импульса компенсируется тем что мы должны эти заряды держать иначе статике не получится так я плохо помню что там названо чем импульс импульс переходит что импульс переходит статике да если у вас есть сила значит есть передача импульса без внешней силы система электрических зарядов не может быть устойчивой впечатляет вот и уже я вот сейчас стою на полу я постоянно передаю импульс полу постоянно передаю полу импульс откуда я этот импульс беру за счет того что на меня действует сила теготения сила теготения передает импульс от земле мне а я этот импульс возвращаю к земле за счет того что мы его Cassius сósовой с Craft Собой статика это не означает, что ничего не течет статика означает, что оно течет стационарно вещество не течет, а им пусть течет и скажем, есть такой вот примерчик что вот плывет корабль на нем настройка к этой настройке прислонившись стоит матрос в системе кораблика импульс, конечно, перетекает поскольку он облокачивается на настройку действует на нее сильно но работы он не совершен а вот в системе наблюдателя которая стоит на берегу, мимо которого плывет кораблик окажется, что матрос совершает силу, совершает работу по отношению к настройке но, во-первых, на ней нет это работа, другое дело, что это работа, откуда он эту энергию получает эту энергию он получает за счет надстройка и корпус разделены корпус над матросом, матрос над надстройкой да, корпус совершает работу над матросом потому что есть усила трения, чтобы матрос стоял в постоянной позе, должна быть горизонтальная составляющая и вот сила трения совершает работу над матроса а матрос, присоединившись к настройке, подбирает там стилу, совершает над этой настройка работу то есть энергия перетекает от кораблика к матросу и обратно через настройку то есть совершаемая работа не инвариант в разных системах подсчета, а в обратном да то есть тут ну это было некое георгическое введение для того, чтобы чтобы понять, насколько энергия и импульс важны и полезны начиная с того, что законы Ньютона все через них сформулировали и а теперь давайте переходить потихоньку к теории механики замечание в пику теории физики вообще основная польза законов Ньютона она заключается в том, что в том мире, в котором мы живем знание трех законов Ньютона позволяет создать и поддерживать эталоны массы частоты и что там еще а, и блин ну сейчас все-таки предпочитают эти эталоны поддерживать опираясь не только на законы Ньютона а на законы квантовой зерей в чем противорит? эталон частоты сейчас квантовый эталон частоты сейчас квантовый эталон частоты что? подражаться кстати, обратите еще внимание как я сформулировал законы Ньютона так что они остаются справедливыми в специальной теории относительности там изменится определение импульса он будет по-другому связан что в Ньютоновской механике импульс это масса на скорости я к тому, что если у резонатора будут другие размеры то ему будет другая на специальной теории относительности импульс то есть энергию разделить на все в квадрате он будет на скорость и собственно вся разница так, идем дальше закон о сохранении понятно, что она здорово облегчает жизнь и в принципе на каком-то этапе у человека который порешал кучу задачек возникает потребность в термеханике ну не знаю у кого как но у меня где-то в старших классах школы возникла вдруг потребность в термеханике после решения кучи задачек на закон о сохранении энергии где вводились разного рода недекартовые координаты и тому подобное теоремеханику очень уважаемую науку у меня такая вот потребность возникла ну и понятно, что и до того эта потребность у людей регулярно возникала и если говорить про историю то тут повторюсь в статике вот скажем понятно, что энергия склонна рассеиваться поэтому если добавить еще вот это утверждение что энергия обычно склонна рассеиваться то мы можем догадаться что видимо, чтобы было равновесие надо и оно было устойчиво надо, чтобы система села в минимум энергии и вот такой вот экстремальный признак экстремальный принцип статики естественным образом возник что не надо ставить карандаш на кончик все равно упадет надо, чтобы хотя бы была мелкая потенциальная емка ну и потом первое статик минимум энергии второе принцип кармана еще еще до того, как механики придумали экстремальные принципы для динамики экстремальный принцип был придуман в оптике что вот время распространения света вдоль луча должно быть минимальным и исходя из этого мы можем вывести закон отражения чтобы пройти от одной точки до другой коснувших зеркала и сделать это самым быстрым способом надо, чтобы угол падения равнялся угол отражения можем таким же образом получить закон как он усмелился чтобы пройти с одним показателем преломления в другую надо чтобы лучше чтобы сервис там менялся обратно пропорционально из этого же принципа фирма можно получать менее тривиальные вещи связанные с непрерывным распределением закона преломления скажем когда у вас в пустыне нагревается воздух над горячим песком у вас получается градиент плотности вы видите мираж то с точки зрения простого обобщения закона с небес луч который идет перпендикулярно градиенту плотности вроде бы преломляться не нужно а в рамках оптики можно вывести фирма из чего нет какой оптики в рамках волновой оптики можно а из чего мы пишем волновое уравнение вперед если бы на предыдущей парень имеллитофикович Ахмедов как раз этим занимался в рамках курса доп.глава теория поля выводила геометрическую оптику плюс кусочек волновой ну и соответственно механики мечтали что надо бы нам и для динамики что-то такое придумать чтобы обобщить принцип минимума энергии для статики принцип экстремального времени прохождения из оптики надо что-то такое придумать значит статика подсказывает нам что тут видимо должно участвовать энергия а принцип фирма подсказывает что видимо нам придется что-то интегрировать потому что если мы будем считать время прохождения то что это будет это будет интеграм как его записать в принципе источники до множителя так видите в конце N D D , D D D D D D D D D Когда вы это интегрируете вдоль кривой, вы получаете время прохождения. По какой-то элеменной интегрируете? Механикам казалось совершенно очевидно, что у нас есть замечательный выделенный параметр Время кривой и интегрировать Из-за отсюда и отсюда придумывается принцип наименьшего действия Наименьшего зачеркнула, но пришло экстремально Потому что, на самом деле, не обязательно наименьшего Ну и если взять простейший случай, когда у нас есть потенциал Потенциальная энергия частицы, зависящая от х И просто, если посмотреть на этот график и подумать Можно сообразить и придумать простейшего кандидата на роль подинтегрального выражения Что S равно интеграм От чего-то там ПДТ Что такое S Значит, частица в яме движется быстро, на холме нет Соответственно, в яме она проводит меньше времени, на холме больше Если мы хотим, чтобы интеграл был экстремальным Ну, конкретно, минимальным Желательно То надо, чтобы подинтегральное выражение На холме, на холме, может быть, побольше Так, набор поменьше Потому что там частица долго замешивается А в яме, где частица быстро проскакивает Выражение Подинтегральное выражение может быть побольше Так что, если потенциальную энергию сюда вписать То ее надо писать с минусом А с другой стороны, одной потенциальной энергии недостаточно Потенциальная энергия содержит информацию о силах, но не содержит никакой информации о частиц Чтобы была информация о частиц Ну, естественно, попробовать ставить туда еще, скажем, кинетическую энергию Ее надо вставлять с плюсом, потому что она наоборот Яме большая, на холме маленькая И вот простейший кандидат На экстремальный принцип для механики Кинетическая энергия минус потенциальная Протегрировать вовремя После чего Смотрим, какая траектория нужна Чтобы при фиксированных концах Этот функционал был Минимальным или экстремальным Ну и как ни странно, оказывается Что вот этот вот, казалось бы Самый очередный и простой кандидат Действительно подходит И вся ньютоновская механика Отсюда с некими Не очень значительными дополнениями Если вы, скажем, захотите еще описывать что-то типа силы вводится Выводится Ну и давайте сейчас посмотрим, как же с этим экстремальным принципом работать Значит, S равно Интеграл Или зависит От Координат И от скорости Как мы вообще говоря Это S Это функционал Это функция Аргументом которой является Другая функция Аргумент для действия Для вот этого функционала Это R как функция T Как То есть, эта функция, вообще говоря На бесконечно мерном пространстве Пространство функции бесконечно мерно Потому что, чтобы задать функцию Нам надо задать бесконечно много чисел Значение этой функции Если Если уж не в каждой точке То хотя бы В плотном множестве точек В плотном достаточно Тогда Остальные точки установим по непрерывности Но все равно, чтобы было плотное множество точек на отрезке Оно все равно бесконечно Хотя, конечно, бесконечности Все-таки Это не мощность континума А достаточно счетная мощность Но все равно Но как мы ищем экстремумы в конечном мерном пространстве В конечном мерном пространстве В конечном мерном пространстве мы требуем Чтобы при малом приращении аргумента В линейном порядке функция оставалась неизменной То есть условие экстремума ДФ равно нулю То есть ДФ равно сумма по И ДФ по ДХИ на ДХИ И чтобы это равнялось нулю при любом наборе ДХИ То есть хотите это, хотите ДФ по ДХИ равно нулю Для всякого Ну что ж Малое смещение мы можем сделать и здесь Только малое смещение будет Здесь малое смещение было в том, что Х заменяем на Х плюс ДХ А здесь малое смещение это Р от Т Заменяем на Р от Т Плюс Дельта Р от Т Обратите внимание, смещение оно тоже от времени зависит И как вот здесь, чтобы посчитать дифференциалы Мы удерживали линейный порядок Чтобы посчитать дифференциалы F Мы брали приращение функции в линейном порядке по смещению координат Так и здесь, чтобы найти экстрему Мы будем смотреть приращение S в линейном порядке по этому ДР ДР это обобщение дифференциала Ну только его принято называть на дифференциаловой вариации Итак, дельта S Это S от R плюс дельта R И то и другое зависит от времени Минус S от R Плюс O маленькое от дельта R Видите? Да, O маленькое То есть тут могут быть высшие степени по этому ДР Но они нам не важны Ну и Значит, почему равно дельта S? Дельта S равна интеграл От дельты L до дельта Дельта L это насколько изменилась L, когда мы дали превращение нашей 3 Вариацию нашей 3 Равно Ну и изменение L мы можем считать Хотя написано как вариация, мы его можем посчитать как дифференциал Это DL по D, V на дельту V Плюс DL по D, R на дельту V Ну я тут пишу производную по вектору Ну понятно, что имеется в виду Вектор составлен из производных от L по каждой компоненте Вектор V или вектор R Что же такое вот эти две вот эти члены? Вот это мы можем посмотреть на нашем простейшем примере Когда L это кинетическая энергия минус потенциал Значит, в этом случае Давайте, как я уже все сотру Значит, D это M, V по квадрату пополам И тогда DL по D, V Это то же самое, что DT по D, V Это, ну, как сложную функцию Это M, V, это Y А если дифференцировать DL по D, R Значит, это кинетическая энергия от координат не зависит Так что здесь будет минус D, U, P, D, R Минус D, U, P, D, R Так, кто тут самый младший? Второй курс есть? Младший есть? Первый Что такое минус DL по D, R Сил 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 И, в принципе, мы можем Мы примем по определению Значит, определение Что DL по D, V Это минус DL В нашем случае Проверили, да, действительно он Но в других случаях Тут может получаться что-то не древнее В общем Да Ну и давайте Так, так, так То есть у нас получилось интеграл P на Дельта V Плюс F на Дельта F На Дельта F Ну Когда мы хотим получить что-то похожее на дифференциал Вот как вот здесь Ds в роли дифференциала Дельта F Дельта F В роли дифференциала от переменной от x Ну, поскольку здесь у нас x был нумеровался дискретным номером i А здесь Дельта R нумеруется непрерывным параметром t Поэтому то, что здесь было суммой здесь будет интеграл Вест Дельта V это то же самое, что и R с точкой Если мы дали приращение координат то приращение ну, понятно дифференциал Скорость это производная от радиус вектор дали приращение координате как функции от времени и, соответственно, получили приращение скорости на связь поэтому я здесь заменил Дельта V на Дельта F с точкой И нам надо, чтобы получить выражение вот такого типа вот это Дельта R с точкой из-под точки вытащить Для этого нам надо проинтегрировать вот первый член по части Если мы, как я уже скользко упомянул сказали, что на гранитах мы варьируем наш R от t только в середине отрезка а на границе Дельта R равно нулю то тогда при интегрировании по частям тот член, связанный с границей области интегрирования будет отсутствовать потому что там Дельта R равно не будет и после интегрирования по частям получаем минус P с точкой плюс F на Дельта R и вот вы получили видите в скобках второй закон Ньютон чтобы Дельта S равнялась нулю при произвольном Дельта R надо, чтобы скобка аждественно равнялась нулю то есть то есть чтобы упал во все моменты времени выполнялся второй закон Ньютона для нашей частицы получили ли вы при этом хоть что-то по сравнению с тем что я самому начало написала молодец получили потому что мы не во-первых мы не обязаны были брать L например в таком виде мы могли взять что-то похитрее поэтому мы получили непротивореченность математического аппарата но я не я не конкретизировал как бы как бы мы уже замечали что из этой системы уравнения не было вначале эта система уравнений не была вначале введена я сказал что давайте попытаемся взять а сейчас мы это получали уже из другого что возьмем вот такой вот интеграл и найдем какие-то траектории доставляет то есть мы получили непротиворечивый математический аппарат да для этого математического аппарата вот второй закон ньютона это не пустула это следствие конечно в некотором смысле это достаточно какой-то размин наиболее лучше ну какая разница что два равносильно утверждения или принцип наименьшего действия работает это утверждение разносимо ну на самом деле не совсем например через принцип наименьшего действия мы не получим скажем силы трения какие требования у нас были на это на л какие требования на л на гладкое гладкое функция от р и это все все можно ли так выбрать что мы не получим второй а получим тот другой я по определению написал дл по др это сила дл по др это импульс так что мы не получили правда что такое это импульс может быть это зависит от много чего то есть скажем момент импульса это тоже импульс только он соответствует неким обобщенным координатам а именно угловой координат вращение какого-то оси соответствует момент импульса проекции на эту и таким образом можно описать динамику в специальной теории относительно импульс будет импульс будет уже не такой а такой но его все равно можно будет представить как ДНПДВ так где здесь энергия вот импульс здесь есть а где здесь энергия опять не конкретизируя вид L L может быть какое-то другое энергия получается как P а V минус если мы будем считать D E то что мы получим P с точкой на V плюс P на V с точкой минус D E O D R с точкой давайте давайте на V минус DL по D V на V с точкой ну и напишем еще для полноты DL по DT может быть E еще явно от времени зависит возможно и такое и так и так да вот эти два члена вместе P с точкой на V а здесь M на V в силу сократятся вот эти два члена вместе DL по DV это как раз P P на V с точкой минус P на V сократятся и останется DL по DT то есть если L от времени явно независим то энергия сохраняется вот эта штука сохраняется ну и мы можем проверить опять-таки для нашей частицы M V на V минус M V в квадрате пополам минус минус U получаем M V в квадрате пополам минус U то есть да действительно в том случае с которым мы стартовали частицы в потенциале это действительно энергия так что мы можем приметь что в других случаях это по определению энергии так времени не очень много поэтому попытаемся каким-то образом теперь эту энергию пожениться импульсом в рамках одного объекта потому что пока что вы видите они совсем разные и здесь мы позаимствуем одну идею специальной теории относительности которая вообще-то можно и без специальной теории относительности использовать мы можем рассматривать наше движение частицы или движение системы как движение не только в пространстве но и во времени и ну правда движение по времени отличается от движения в пространстве система не может двигаться назад по времени система не может стоять во времени ну мало ли вот собственно чем время хуже любой другой карти поэтому давайте скажем что вот у нас вот перепишем ровно то же самое действие но интеграмм будем брать не по времени а по произвольному монотонному параметру скажем что вот мы хотим написать то же самое действие но с точки зрения каких-то с точки зрения несовершенных часов которые идут неравномерно то быстрее то медленнее но единственное что они никогда не все-таки не останавливаются и назад нет то есть вот монотонный параметр тап напишем время на часах и тогда мы скажем что вот нашим с зависит от r которая функция от т мы же по собственным часам теперь и t тоже функция от т вот время т теперь стала функцией от времени и воспользуясь тем что мы знаем про дифференцированные сложные функции перепишем тот же цель здесь интеграл r r а здесь r r r r r r r р r 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 а здесь нам надо написать, что dt на dt на dt видите, ровно тот же самый только теперь вот это это новое l это называется лагранжан или функция лагранжа вот это тоже некая новая функция лагранжа вот я производную по обычному времени обозначал как точку, ну а здесь давайте df по dt будет f' штрих по dt тогда получается что l1n старая l от r r' разделить на t' t умножить на t' вот наш новый номер и давайте вот для этого нового действия, это в принципе тоже действие только по другому параметризованное время для него тоже проварьировано действие, получим уравнение получим уравнение лагранжа значит как там минус d по dt от df по dv плюс df по dm равно 0 это вот то, что там у меня было в скобках я написал, только подставил туда что такое p и что такое f ну или даже давайте стрелочку сотрем напишем индекс p это вот будет для отдельных компонентов для отдельных проекций теперь в дополнение тем проекциям, что у нас были получилось еще давайте будем считать, что t это верно по определенным добавили компонент ну поскольку поскольку я это вот уравнение уравнение лагранд получал не конкретизируя вида и для такого лагранжа я его тоже могу применять ну чтобы второй раз не повторять то, что у меня уже написано наверное в доске поэтому подставляем в это уравнение уже новый лагранжа и вместо времени используя тару чтобы получить значит мы начнем i равную лагранжу значит минус d по d tau d e по d нулевая компонент и скорость это что такое это t штрих плюс dl по d t равно лагранжу все видите, что вот это частный случай в том уровне вместо t tau вместо координаты r и t время вместо скорости по этой координате d штрих только извините не l, а l1 в новой так и так, так, так вот вот это вот dl1 по d t штрих это дополнительные компоненты импульса связанные с временем что это такое равное значит d по d t штрих а здесь в лагранжу от r r штрих на t штрих t умножить на t штрих значит t штрих вот тут в двух местах вывел здесь и здесь значит дифференцируем по правилам лейблицы дифференцируем l по t штрих как сложную функцию получаем dl по d v а потом надо v вот эта вот вот эта штука это v продифференцировать по t штрих d с кубочком как получается r штрих разделить на t штрих в квадрате и еще знак минус потому что здесь t штрих минус 1 это производная по v а это производная от v по t штрих и еще тут у нас множитель t штрих и можно продифференцировать еще по этому t штрих минус r извините плюс то что у нас получилось здесь один из t штрихов сократился осталось r штрих разделить на t штрих то есть опять-таки скорость получим dl dv на v минус остался смотрим сюда минусы после того как мы параметризовали время как новую координату появилась новая компонент импульса это оказалось минусы цифра ну и если у нас l не зависит от времени то l1 не зависит от времени td что мы получили минус d так плюс d l по dtau от e d e по dtau плюс d l по dtau d t по dtau равно вы видите это то же самое уравнение для баланса энергии либо закон сохранения ну давайте посмотрим а что станет это конечно хорошо но не испортили ли мы динамику по остальным координатам которые у нас были там в самом начале поэтому смотрим и не равно минус d по dtau d l1 по dv со стрелочкой извините по d штрих плюс d l1 по d r равно 0 ну сначала посмотрим что стало с этим плюсом p равно d l1 по d r штрих равно d по d r штрих а здесь как-то у нас было a от r r штрих на t штрих t t штрих значит дифференцируем по r штрих ну опять-таки как сложную функцию d l по dv вот это вот дробь в потом получается единица на t штрих потому что дробь надо в свою очередь по r штрих предиференцировать и еще множество t штрих осталось t штрих сократилось осталось d l p d r то есть несмотря на репараметризацию импульс остался импульс замечательно осталось проверить что само уравнение не испортилось то есть что такое он будет d l p d r так d l1 p d r d l1 p d r равно d p d r l a d r d штрих на t штрих t t штрих ну здесь все реально просто d l p d r и добавился множество t штрих так что что мы имеем минус d по d t tau тот же самый прежний минус p плюс сила умноженная на d t по d t штамм d t по d t равно ну и видно что это что у нас получилось уравнение равносильное исходное оно просто умножилось на d t по d t ну естественно раз у нас в роли времени выступает другой параметр то и скорости перетекания импульсов изменились соответствующее число раз то есть динамика осталась ровно та же самая ну в принципе этого и следовало ожидать потому что это в общем-то то же самое действие только в другой параметризации и понятно что изменение параметризации не должно было все равно каждой кривой в пространстве времени каждую возможную эволюцию системы сопоставляем ровно то же самое число малое возмущение вот в эти вариации остались малыми вариациями и поэтому экстремум мы находим для этого функционала он остается прежде так что мы действительно смогли уравнять энергию с импульсом правда тут может возникнуть вопрос а хорошо мы же тогда можем уже новую энергию ввести понимаете мы можем ввести вот по этому правилу новую энергию просто тут вот есть добавить дополнительную компонент и получится уже новая энергия она вроде бы как тоже должна будет сохраниться что же это такое так что идея ну то было я теперь будет я я один это п ноль на в ноль плюс погодите п ноль на т штрих плюс п на р штрих я расписал вот это только там добавилась еще одна компонента нулевая и я штрихи встал чтобы не забыть что это скорость по новой новой минус минус или один что же это такое значит первый член это минус на е на т штрих плюс п в на тау штрих а штрих это в на т штрих минус л на т штрих что у нас получилось минус е на т штрих плюс первые минус е на т штрих е минус е вновь на т штрих то есть оказывается что нового закона сохранения наколява не получилось то есть он есть но тривиален 0 или равен 0 так дальше можно в принципе еще вот это направление немножко развить а именно можно вспомнить что механики помимо лагранжевого формализма с которым я сейчас играл еще имеют гамильтонов формализм ну время не осталось 5 часам 5 минут поэтому я скажу коротко значит что я гамильтонов формализм вот у нас есть энергия а мы можем написать функцию от обобщенных координат импульсов который бы этой энергии равнилась то есть нам надо как сейчас мы эту энергию писали она у нас оказывалась автоматически скоростью функции от координат скоростей но мы можем скорости выразить через импульс подставить туда и получить энергию как функцию от координат импульсов и вот эта функция называется функцией гамильтон или гамильтон то есть для нашей частицы в потенциале гамильтон будет P в квадрате на 2 N плюс U от R и дифференз мы можем написать и механики записывают на этом шкале разуме гамильтона D H по D P это V это R с точки dH по DR выводите это минус P с точки H чем это приятнее приятнее тем что из флагражевого формализма мы обычно получаем дифференциальное уравнение второго порядка здесь уравнение в два раза больше для координат импульсов но они уже первого порядка и вот видите одна половина выражает нам скорость через координаты импульса другая половина выражает нам силы тоже через координаты импульса поисточки не забываем силы можем ли мы здесь же у нас тоже стартовали с логерой но определили импульс а раз так то мы можем попробовать выразить скорость через импульс и вот наш ноль он конечно ноль но если мы его выразим соответствующим образом то он станет функцией отчего-то мы можем попытаться записать Гомильтонов формализм тоже рассматривая время как дополнительную координату правда при этом у нас возникает забавный момент который связан с тем что параметр того мы выбираем произвольно произвольный монотонный параметр и соответственно мы не можем выбрать мы не можем параметризовать скорость через импульс потому что мы не можем вот у нас у скорости появилась нулевая компонента те штрих она ни через что не выражается она совершенно произволена это скорость хода времени по неправильным часам дете по дете и выразить ее через импульс мы просто не можем с этой точки зрения оказывается или можно сказать наоборот мы не можем ее выразить однозначно в качестве тех штрих мы можем взять любую монотонную любую положительную функцию ну разумеется гладкую положительную и соответственно для этой гладкой положительной функции для каждого способа его выбрать и получаем свой выражение поскольку время кончилось я не буду сейчас писать еще кучу формул отмечу только следующее что как ни странно оказывается что мы берем произвольного образа этот тауштрих как функцию обобщенных координат импульса и получаем соответственно для каждой такой функции тауштрих получаем свой гамильтиньян но все эти гамильтиньяны все равно воспроизводят ту же самую цифру ну и заключение надо все-таки что-то наверное вспомнить про специальную теорию относительности как это со специальной теорией относительности сопротивления ну и почему мы получили здесь энергию с минусом может нам стоит переопределить она совпадала с положительной компонент с нулевой компонент импульса с плюсом а не с минусом дело в том что когда мы можем обобщать импульс по разному и в частности когда мы вводим специальную теорию относительности то там у нас возникает все-таки собственное время которое задаем с вот давайте это вот такой формы если мы введем четырехмерную скорость в котором будут компоненты dr и dt то мы сможем определить четырехмерный импульс как массу уменьшить на четырехмерную скорость и вот в таком таким образом определенном четырехмерном импульсе там энергия будет с плюсом в чем разница разница в том что градиент это не вектор и другими словами не все не всякий столбец является вектором и даже хорошие объекты могут преобразоваться по разному потому что когда мы пишем что скажем dL по dV на dL dV это и вектор dL v это вектор а dL по dV это вектор или не вектор вообще говоря нет это другой объект потому что если мы не делаем какую-то кривую косую замену координат то на dL мы подействуем матриц а на dL по dV чтобы эта штука осталась в варианте надо будет подействовать обратно матриц и поэтому получается что у нас два сорта векторов на одни надо действовать прямой матриц на другие обратно и вот разница между четырехмерным импульсом который получается как массовая четырехмерная скорость и четырехмерным импульсом который мы получили вот таким образом добавив сюда энергии минус энергии в том что одно это что вот эти два представления одно преобразуется с помощью прямой матрицы со второй то что преобразуется с помощью прямой матрицы называется то что обратно synergie и в по Mantro пространстве вектора отличаются тем что тут есть разные традиции в одной традиции при переходе надо поменять знаки пространственных компонентов а временную не трогать а в другой традиции надо наоборот поменять знак временной компонента а пространственную не трогать с точки зрения того, что я вам сегодня излагал естественно выбрать ту традицию в которой надо менять знак временной компонента а с точки зрения Ландау Рифа, скажем, придерживаются противоположные традиции но это вопрос соглашения так что вот какой-то намек на метру Куменковского где, когда берется скалярное произведение то пространственные компоненты перемножаются с одним знаком а временные с другим знаком он содержится уже в классической механики вот в этом рифсе в принципе этот намек можно увидеть и в других местах теориях, скажем, когда у вас действие на какой-то траектории вы конец этой траектории сдвигаете и дифференцируете действие по тому, как вы сдвигаете этот конец по координате и по времени там тоже выскакивает импульс с плюсом и энергия с плюсом но на равных правах как будто энергия минус энергия это временные компоненты ну вот, собственно, на этом я хотел остановиться главная мораль какая? ну, наверное, что что термомеханика дает нам очень мощные инструменты несмотря на то, что она вроде бы со всех сторон изучена но все равно там всегда можно выкопать какой-нибудь замечательный факт который был ранее неизвестен если не широком публике, то хотя бы самому себе на этом давайте остановимся если нет вопросов, если есть вопросы, то я готов ответить вопросов, замечания, понимания ну, давайте остановимся на этом остановимся спасибо аплодисменты аплодисменты аплодисменты